Все меньше в Одессе остается мест для занятий детским спортом. Все больше стадионов превращаются в стройплощадки. Возле школы номер 33 на Черемушках есть небольшой футбольный стадион. Но его состояние оставляет желать лучшего. На место обратили свое внимание волонтеры и решили превратить эту местность в образцово-показательный стадион. 14 мая был проведен первый субботник. Стадион в его нынешнем состоянии действительно не подходит для полноценных игр и тренировок. По периметру поля лежат огромные каменные глыбы, кучи строительного мусора. Сам газон тоже есть, только местами. А местами просто земля, которая после дождей превращается в болото. Понятно, что детям здесь играть неудобно, а вот развлекаться взрослым в самый раз. О, самый ископаемый материал на детской площадке, который должен быть, это, наверное, шприц. То есть тут, ну, ведь даже без этой вот, без иглы. Ну, хорошо, мы все в перчатках. Вот. И такие вот вещи, ну, вы понимаете, это очень опасно для здоровья. Кроме того, собираются бомжи, палят мусор, металл выпаливают, бутылки бьют и все такое. Мы хотим это изменить. Однако не все этого хотят, если верить словам волонтеров. Они нашли меценатов, которые предоставят ограждения, которые помогут привести в порядок газон. Вышли с предложениями на городскую власть и... Два с половиной месяца мы занимались бюрократичным вопросом. Мы выходили на депутатскую комиссию, депутатская комиссия рассматривала. И, грубо говоря, вместо того, чтобы межрада нам помогла, она максимально все ускладывает. Чтобы все получилось максимально хорошо и удобно в первую очередь для детей, волонтеры привлекли к проекту студентов Одесской академии строительства и архитектуры. Учащиеся должны разработать все по науке. Но уже сейчас есть примерное представление, во что превратится это место. Мы сделаем огороджение и после 10 часов здесь никто не может быть. Мы завезем землю, засеем землю чернозем и засеем травой, и сделаем освещение. Грубо говоря, это будет полноценный футбольный стадьон, но с живым газоном. Школьный час, учебный час будут тренироваться тут дети, заниматься спортом, футболом. Вильный от учебного часа будем проводить безкоштовые тренировки. Также к субботнику волонтеры привлекли ребят из гражданского корпуса полка «Азов». Несколько крепких «Азовцев» были очень кстати. Тяжелые глыбы и строительный мусор сам со стадиона не убрался бы. В любом городе должно быть больше зеленых зон, больше места для развития детей в первую очередь, чтобы можно было нормально погулять, а не жить в полностью урбанизированном городе, где даже невозможно будет дышать. Мы также поддерживаем идею сохранения экологии. У нас очень много спортивных площадок есть в городе, которые в ужасном состоянии. Вот одна из них. Я считаю, что никакого вообще продвижения по спорту нет. Есть только вот у крупных клубов, где дети за деньги тренируются, а те, которые не имеют денег, они не имеют возможности нигде тренироваться. Вот мы вот таких детей и берем к себе. Те, ради кого это все затевалось, без дела не сидели. И мяч бесцельно по полю не гоняли. А работали наравне с волонтерами. «А тут играть неудобно. Мусор валяется. Тут везде мусор, камушки мешают. И кочки. И корни мешают. Если все пойдет хорошо, если никто не будет мешать, волонтеры обещают, что уже в самом скором времени на этом стадионе можно будет полноценно тренироваться и проводить футбольные матчи. Одной нормальной детской площадкой в городе станет больше. Благодаря волонтерам, а не властям. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».